На другой день состоялась торжественная встреча Василия Теренча-Квашнина на станции Иванково. Уж к одиннадцати часам все заводское управление съехалось туда. Кажется, никто не чувствовал себя спокойным. Директор Сергей Валерьянович Шелковников пил стакан за стаканом зельдерскую воду, поминутно вытаскивал часы и, не успев взглянуть на циферблат, тотчас же машинально прятал их в карман. Только это рассеянное движение и выдавало его беспокойство. Лицо же директора, красивое, холеное, самоуверенное, лицо светского человека оставалось неподвижным. Лишь весьма немногие знали, что Шелковников только официально, так сказать, на бумаге числился директором постройки. Всеми делами, в сущности, ворочал бельгийский инженер Андреа, полуполяк, полушвед по национальности, роли которого на заводе никак не могли понять непосвященные. Кабинеты обоих директоров были расположены рядом и соединены дверью. Шелковников не смел положить резолюции ни на одной важной бумаге, не справившись сначала с условным знаком, сделанным карандашом где-нибудь на уголке страницы рукою Андреа. В экстренных же случаях, исключавших возможность совещания, Шелковников принимал озабоченный вид и говорил просителю небрежным тоном «Извините, положительно не могу уделить вам ни минуты, завален по горло. Будьте добры изъяснить ваше дело господину Андреа, а он мне потом изложит его отдельной запиской». Заслуги Андреа перед правлением были неисчислимым. Из его головы целиком вышел гениально-мошеннический проект разорения первой компании предпринимателей, и его же твердая, но незримая рука довела интригу до конца. Его проекты, отличавшиеся изумительной простотой и стройностью, считались в то же время последним словом горнозаводской науки. Он владел всеми европейскими языками и, редкое явление среди инженеров, обладал кроме своей специальности самыми разнообразными знаниями. Изо всех собравшихся на станции только один этот человек с чахоточной фигурой и лицом старой обезьяны сохранял свою обычную невозмутимость. Он приехал позднее всех и теперь медленно ходил зад и вперед по платформе, засунув руки по локоть в карманы широких, обвисших брюк и пожевывая свою вечную сигару. Его светлые глаза, за которыми чувствовался большой ум ученого и сильная воля авантюриста, как и всегда неподвижно и равнодушно глядели из-под опухших усталых век. Приезду семейства зененок никто не удивился. Их почему-то все давно привыкли считать неотъемлемой принадлежностью заводской жизни. Девицы внесли с собой в мрачную залу станции, где было и холодно, и скучно, свое натянутое оживление и ненатуральный хохот. Их окружили утомившиеся долгим ожиданием инженеры помоложе. Девицы, тотчас же приняв обычное оборонительное положение, стали сыпать налево и направо милыми, но давно всем наскучившими наивностями. Среди своих суетившихся дочерей Анна Афанасьевна, маленькая, подвижная, суетливая, казалась беспокойной наседкой. Бобров усталый, почти больной после вчерашней вспышки, сидел одиноко в углу станционной залы и очень много курил. Когда вошло и с громким щебетанием рассело с укруглого стола семейство зененок, Андрей Ильич испытал одновременно два весьма смутных чувства. С одной стороны, ему стало стыдно за бестактный, как он думал, приезд этого семейства, стало стыдно, жгучим, удручающим, стыдом за другого. С другой стороны, он обрадовался, увидев Нину, разрумяненную и быстрой ездой, с возбужденными, блестящими глазами, очень мило одетую, и, как всегда, это бывает гораздо красивее, чем ее рисовало ему воображение. В его больной и сдерганной душе вдруг зажглось нестерпимое желание нежной, благоухающей девической любви, жажда привычной и успокоительной женской ласки. Он искал случай подойти к Нине, но она все время была занята болтовней с двумя горными студентами, которые на перерыв старались ее рассмешить, и она смеялась, сверкая мелкими белыми зубами, более кокетливая и веселая, чем когда-либо. Однако два или три раза она встретилась глазами с Бобровым, и ему подчудилось в ее слегка приподнятых бровях молчаливый, но не враждебный вопрос. На платформе раздался продолжительный звонок, возвещавший отход поезда с ближайшей станции. Между инженерами произошло смятение. Андрей Ильич наблюдал из своего угла, с насмешкой на губах, как одна и та же трусливая мысль, мгновенно овладели этими двадцатью слишком человеками, как их лица вдруг стали серьезными и озабоченными. Руки невольным быстрым движением прошлись по пуговицам, сюртуков, по галстукам и фуражкам. Глаза обратились в сторону звонка. Скоро в зале никого не осталось. Андрей Ильич вышел на платформу. Барышни, покинутые занимавшими их мужчинами, беспомощно толпились около дверей вокруг Анны Афанасьевны. Нина обернулась на пристальный упорный взгляд Боброва и, точно угадывая его желание поговорить с ней наедине, пошла ему навстречу. — Здравствуйте! — Что вы такой бледный сегодня? Вы больны? — спросила она крепко и нежно, пожимая его руку и заглядывая ему в глаза серьезно и ласково. — Почему вы вчера так рано уехали, даже не хотели проститься? Растердились на что-нибудь? — И да, и нет, — ответил Бобров, улыбаясь. — Нет, потому что я ведь не имею никакого права сердиться. Положим, всякий человек имеет право сердиться, особенно если знает, что его мнением дорожат. — А почему же да? — Потому что, видите ли, Инна Григорьевна, — сказал Бобров, почувствовав внезапный прилив смелости. — Вчера, когда мы с вами сидели на балконе, помните? — Я благодаря вам пережил несколько чудных мгновений. И я понял, что вы, если бы захотели, то могли бы сделать меня самым счастливым человеком в мире. — Ах, да что же я боюсь и медлю? Вы ведь знаете, вы догадались. Ведь вы давно знаете, что я... Он не договорил. Нахлынувшая на него смелость вдруг исчезла. — Что вы? — Что такое? — переспросила Нина с притворным равнодушием, однако голосом внезапно, против ее воли задрожавшим, и опуская глаза в землю. Она ждала признания в любви, которая всегда так сильно и приятно волнует сердца молодых девушек. Все равно, отвечает ли их сердце взаимностью на это признание или нет, ее щеки слегка побледнели. — Не теперь, потом когда-нибудь, — замялся Бобров, — когда-нибудь при другой обстановке. Я вам это скажу. — Ради бога, не теперь, — добавил намаляюще. — Ну, хорошо. Но все-таки почему же вы рассердились? — Потому что после этих нескольких минут я вошел в столовую в самом, ну, как вам сказать, в самом растроганном состоянии, и когда я вошел, то вас неприятно поразил разговор о доходах Квашнина, догадалась с Ниной с той внезапной инстинктивной проницательностью, которая иногда осеняет даже самых недалеких женщин. — Да, я угадала. Она повернулась к нему и опять обдала его глубоким, ласкающим взором. — Ну, говорите откровенно. Вы ничего не должны скрывать от своего друга. Когда-то, месяца три или четыре тому назад, во время катания по реке большим обществом, Нина, возбужденная, разнеженная красотой теплой летней ночи, предложила Боброву свою дружбу на веки вечные. Он принял этот вызов очень серьезный и в продолжении целой недели называл ее своим другом так же, как и она его. И когда она говорила ему медленно и значительно, со своим обычным томным видом «мой друг», то эти два коротеньких слова заставляли его сердце биться крепко и сладко. Теперь он вспомнил эту шутку и отвечал со вздохом. «Хорошо, мой друг, я вам буду говорить правду, хотя мне это немного тяжело. По отношению к вам я вечно нахожусь в какой-то мучительной двойственности. Бывают минуты в наших разговорах, когда вы одним словом, одним жестом, даже одним взглядом вдруг сделаете меня таким счастливым. Ах, разве можно передать такие ощущения словами? Скажите только, замечали ли вы это?» «Замечала», — отозвалась она почти шепотом и низко, с лукавой дрожью в ресницах опустила глаза. «А потом, потом вдруг тотчас же на моих глазах вы превращались в провинциальную барышню с шаблонным обиходом фраз и с какой-то заученной манерностью во всех поступках. Не сердитесь на меня за откровенность. Если бы это не мучило меня так страшно, я не говорил бы, я и это тоже заметила. Но вот видите, я ведь всегда был уверен, что у вас отзывчивая, нежная и чуткая душа. Отчего же вы не хотите всегда быть такой, как теперь?» Она опять повернулась к Боброву и даже сделала рукой такое движение, как будто бы хотела прикоснуться к его руке. Они в это время ходили взад и вперед по свободному концу платформы. «Вы не хотели никогда меня понять, Андрей Ильич», — сказала она с упреком. «Вы нервны и нетерпеливы. Вы преувеличиваете все, что во мне есть хорошего, но зато не прощаете мне того, что я не могу же быть иной в той среде, где я живу. Это было бы смешно. Это внесло бы в нашу семью несогласие. Я слишком слаба и, надо, правда, сказать, слишком ничтожна для борьбы и для самостоятельности. Я иду туда, куда идут все. Гляжу на вещи и сужу о них, как все. И вы не думайте, чтобы я не сознавал о своей обыденности. Но я с другими не чувствую ее тяжести. А с вами? С вами я всякую меру теряю, потому что...» Она запнулась. «Ну да, все равно. Потому что вы совсем другой, потому что такого, как вы, человека, я никогда еще в жизни не слышал». Субтитры создавал DimaTorzok